своем последнем интервью премьер-министр канады джастин трудо заявил о том что чтобы он не делал 30 процентов населения канады будет его ненавидеть 30 процентов населения одобрит его действия и 40 процентам канадцев будет глубоко наплевать на то что он делает но согласно последним опросом 68 процентов канадцев хотят чтобы труда ушел в отставку почему все идет по наклонной для джастина трудо конечно он был и не такой популярный раньше и последние выборы он выиграл с небольшим перевесом но вот именно во время к вида во время пандемии его популярность начала идти под откос мы все помним конвой свободы это когда тысячи тракеров стянулись катаве столице канады и перекрыли главные магистрали парализовали движение были довольно серьезные митинги и вот именно та манера с которой джастин трудо расправился вот с митингующими это вызвало негодование в обществе было объявлено чрезвычайное положение и позже комиссия признала что это чрезвычайное положение не нужно было принимать и не только разогнали вот всех этих тракеров с помощью полиции но и заморозили их банковские счета потому что население канадцы собирали деньги вот на поддержку именно этим тракером этого движения ну и кстати это движение все-таки дало какие-то результаты потому что спустя по моему две или три недели после того как разогнали эти демонстрации многие к видны и ограничения были сняты и вот после этого все пошло по наклонной популярность стала падать иммиграция это еще одна тема из-за которой джастин трудо стал становиться непопулярным потому что все таки все чувствуют нагрузку нагрузку когда в канаду приезжает миллион человек вот в прошлом году я рассказывал население канады впервые достигла цифры 40 миллионов а в этом году уже подошла статистика и это число перевалило за 41 миллион и канадцы которые проживают здесь уже довольно давно они видят что происходит они смотрят вокруг и видят что цены на недвижимость растут они видят что цены на жизнь растут и конечно же это все их не устраивает джастин труда сказал что он не хочет чтобы цены на недвижимость падали потому что он понимает что если цены на недвижимость упадут то многие люди останутся без своих сбережений и конечно же он потеряет баллы еще которые у него может быть остались но именно вот этот массовый завоз иммигрантов в канаду с помощью этих иммигрантов он рассчитывает набрать себе какой-то все-таки электорат ну потому что до выборов еще осталось принципе больше года он думает что время еще есть и как он это озвучил когда его спросили что вы думаете о своей непопулярности он сказал что канадцы сейчас находится не в режиме принятия решений почему же канадцы находятся не в режиме принятия решений по большей части виной всему это процентная ставка потому что когда процентная ставка поднимается это начинают чувствовать и ощущать все канадцы буквально каждый человек если у него ипотека нет ли у него ипотеки все мы пользуемся кредитами здесь канаде у всех у нас есть кредитные карты есть какие-то заемы есть машины есть дома и эти вещи большинство канадцев покупает не за наличный а приобретается это все с помощью кредита когда эти кредитные ставки начинают расти конечно же и выплаты по кредитам также начинают расти и это невозможно не почувствовать конечно многие канадцы сейчас раздражены обижены находятся в состоянии паники некоторые канадцы когда вы представляете себе я много раз говорил на этом канале многих людей выплаты по ипотечным кредитам выросли полтора в два раза сейчас банк канады понизил процентную ставку конечно это хорошие новости с одной стороны но с другой стороны это капля в море потому что ущерб уже был сделан то есть ущерб наносился систематически постоянно в течение последних там двух-трех лет и только сейчас многие канадцы почувствовали именно на себе что это значит когда ипотечные платежи вырастают когда стоимость жизни залетает и когда к сожалению многие люди оказываются на улице почему я вообще много говорю о политике казалось бы рил стоит агент агент по недвижимости не должен говорить о таких вещах нужно заниматься риэлторством до недвижимостью ну и как бы держаться подальше всех вот этих глобальных тем самом деле друзья я считаю что каждый человек должен интересоваться политикой потому что рыба гнет с головы если у руля корабля стоит не тот человек не тот капитан управляет посудиной только вопрос времени когда это посудина даст пробой ну что в принципе и происходит сейчас с канадой если свет в конце туннеля спросите вы не я думаю что такой свет в конце туннеля есть я не знаю насколько будет лучше да и насколько изменится положение среднестатистических канадцев после выборов если и когда к власти придут консерваторы пьер пуалева это глава консервативной партии сейчас он лидирует по всем опросам и разрыв нам довольно серьезная уже об этом говорил но в принципе вот этот разрыв он так и не меняется уже на протяжении нескольких месяцев и он конкретно сказал в последнем интервью он как-то старался избегать темы иммиграции потому что все-таки это не так популярно все таки канада это страна иммигрантов и никто не хочет повредить себе и уменьшить свои шансы на предстоящих выборах но однако однако он набрался смелости их сказал в одном из интервью она была на французском языке что как только он станет премьер-министром он ограничит иммиграцию в канаду и особенно и резко он ограничит количество временных резидентов в канаде то есть это количество студентов и количество рабочих виз и также он еще сказал что в течение 60 дней после того как он станет премьер-министром он начнет действовать по урезанию налогов потому что сейчас налоги взлетели трудо и его правительство в попытках заработать баллы и приобрести себе какой-то электорат пытаются ввести налоги против богатых они пытаются объяснить тем что ну богатым и так в принципе много и говорят о том что мы просим мы просим на вот это интересное слово такое они применяют потому что на самом деле они не просят они просто вводят новые налоги но вот они гороши мы просим зажиточных людей поделиться своим богатством эта идея казалось бы должна быть популярна ну потому что средний класс канаде это большинство людей они должны одобрять такие действия но на самом деле люди понимают что повышение налогов у богатых людей у корпораций в конечном итоге повредит тем самым людям которые пользуются товарами и услугами этих корпораций каждый день что касается рынка недвижимости нужно понимать что рынок недвижимости в канаде он разный если мы берем провинцию альберта совсем другая ситуация там сейчас и это продолжается уже там последние пару лет я имею ввиду рост цен на недвижимость хотя последние 10 лет перед этим недвижимость в калгари и недвижимость в альберте практически вообще не росла в цене но сейчас в калгари действительно происходит бум цен многие из сторон то инвесторы покупают там квартиры потому что инвестировать квартирой вообще в недвижимость в онтарио становится все сложнее и это толкает цены вперед в калгари хотя вот сейчас есть также рассказывал последнем выпуске там создалась небольшая проблема с трубопроводом которые не могут никак починить изначально говорилось о том что устранение этой проблемы займет неделю по моему сейчас сроки выросли до пяти недель и людям не разрешают нам поливать свои газоны много ухоженных газона вот здесь моем городе где живу это город сан-катринс если вы еще не знаете довольно часто его показывают и люди вкладывают деньги на большие деньги иногда там не 100 не 200 долларов от тысячи ну а сейчас когда запретили поливать газоны в калгари то это представляет собой большую проблему для этих людей которые вкладываются вот так в газон и они теряют тысячи долларов на этом но существует и два самых крупных рынка канады я имею ввиду в плане недвижимости это онтарио и британская колумбия в этих двух провинциях сейчас создалась большая проблема почему потому что банк канады 5 июня понизил процентную ставку и многие продавцы которые выжидали потому что они просто не хотели продавать на довольно таком вялом вялотекущем рынке после этого понижения они просто выбросили выбросили свои дома на рынок и эти дома и это недвижимость заполонила рынке недвижимости антарио и британской колумбии и получилось что предложение превышает спрос то есть ну покупатели просто нет в достаточных количествах они не вышли на рынок после такого небольшого понижения процентной ставки чтобы скупить весь вот этот инвентарь и как это сказывается на ценах цены пока еще не падают резко но они действительно за тормозились но именно из-за того что многие продавцы считают что они могут продать недвижимость сейчас гораздо дороже это недвижимость стоит на рынке и мы видим огромное количество объектов и особенно это чувствуется не в сегменте кондо когда минимум это квартиры я об этом уже рассказывал свой последний выпуск если вы пропустили этот выпуск вы можете пересмотреть конечно полного краха еще мы не наблюдаем но все идет вот именно к этому если банк канады ближайшее время опять же не продолжит понижать ставки один из самых популярных вопросов что будет со ставками на протяжении многих месяцев я говорил о том что ставку банк канады будет понижать это было еще до понижения 5 июня и что будет происходить дальше я думаю что сценарий будет такой в этом году банк канады еще два раза понизит процентную ставку произойдет ли это в июле или в сентябре это в принципе не важно но у канадцев крисмасу будет такой небольшой подарок если это можно назвать подарком после чего в следующем году будет еще 3-4 понижения ну и концу 25 года мы подойдем с процентной ставкой в районе трех процентов и главная причина почему это произойдет потому что в следующем году и двадцать шестом все ипотечные кредиты которые были заключены по низким процентам я имею ввиду во время пандемии у всех этих ипотечных кредитов закончится их срок в канаде вы можете взять ипотеку там на два-три года пять лет до пяти лет поэтому вот именно следующем году и в двадцать шестом у всех людей будут обновляться ипотечные кредиты если банк канады подойдет и к выборам и вот вообще вот к этой критической точке с повышенной вставкой то крах будет неизбежен всей системы поэтому чтобы этого не случилось процентную ставку стали понижать ну и будут понижать в этом и в следующем году остается вопрос если ставка пойдет вниз и все будет в принципе налаживаться не скажется ли это положительно на настроение населения на опросах и не улучшится ли положение труда перед выборами на самом деле друзья я не думаю что ситуация поправима для труда я думаю что определенное ожидание у труда имеются конечно на понижение ставки потому что сейчас по его мнению люди не в состоянии принимать решения адекватные но вот когда ставка опустится он надеется на то что больше избирателей будут более благосклонно относиться к его политике но все дело в том что за последние девять лет произошло огромное количество негативных изменений в канаде и одним понижением процентной ставки невозможно изменить вот весь тот ущерб который уже был сделан ну и плюс когда процентная ставка пойдет вниз как вы думаете что произойдет с ценами на недвижимость цены на недвижимость неизбежно пойдут вверх то есть доступность жилья как было низкой так она и останется низкой сейчас или через полгода или через год когда ставки придут к уровню в 3 процента оставляйте ваши лайки комментарии и подписывайтесь на канал также не забывайте что я работаю риэлтором в ниагарском регионе и южном онтарио поэтому если вас интересует недвижимость в этом регионе вы можете связаться со мной напрямую мою контактную информацию вы найдете в описании к этому ролику